МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители! Представляем вашему вниманию результаты работы агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за минувшую неделю с 21 по 25 сентября. Председатель агентства Олег Шпикпаев провел онлайн-совещание по оперативной службе с участием Центрального аппарата и территориальных департаментов, где дал соответствующие поручения. Председатель агентства встретился с членами Попечительского совета общественного фонда Трансперенции Казахстан в городе Алматы и представителями ряда международных организаций, ознакомил их с результатами деятельности агентства новыми законодательными инициативами по противодействию коррупции. Общественные активисты Евгений Жовтис, Ольга Шьян, Тамара Калеева положительно оценили работу агентства и дали рекомендации по совершенствованию антикоррупционной политики. В соответствии с принципом «Слышащее государство» председатель агентства Олег Шпекбаев принял жителей Павлодарской и Карагандинской областей в онлайн-режиме, дал соответствующие поручения по их жалобам. Напомним, председатель агентства осуществляет прием граждан еженедельно, а заместители председателя и руководители территориальных департаментов ежедневно. В целях оценки труда сотрудников агентства и придания импульса для дальнейшей деятельности внедрена практика направления именинникам поздравительных писем председателя агентства. Председатель агентства не оставил без внимания таких работников, как дворники, водители, которые не входят в личный состав ведомства и территориальных подразделений. Специальные поздравления от имени главы агентства направлены в их адреса. На сегодняшний день 74 работникам, работающим по трудовому договору, были вручены специальные поздравления председателя. Ожидается, что данная мера будет способствовать уважительному отношению к труду работников, результаты которых не всегда заметны, а также улучшению морально-психологического климата и взаимовожения в коллективе. Делегация Казахстана во главе с первым заместителем председателя агентства по противодействию коррупции Олжасом Бехтиновым в режиме онлайн приняла участие в открытии 85-го пленарного заседания Группы государств против коррупции Совета Европы, которое проходит в Фразбурге, Франции, где в качестве участника Грека выступила с приветственным словом в адрес всех участников заседания. Агентство в соответствии с принципами прозрачности, доступности и транспарентности масштабно мобилизует гражданское общество в борьбу с коррупцией. Теперь на еженедельных аппаратных совещаниях агентства могут присутствовать все центральные и территориальные консультативно-совещательные институты давать свои рекомендации. Дисциплинарная комиссия Антикора и ведомственная конкурсная комиссия по государственным закупкам включены активисты общества. На площадке агентства в рамках проекта «Антикор.Лайф» в прямом эфире состоялись онлайн-интервью с членами специальной мониторинговой группы Маратом Башимовым и Булатом Касымовым, вице-министром торговли и интеграции Асем Жанасовым. Также в рамках проекта «Антикор.Ньюс» состоялись онлайн-брифинги с участием сотрудников агентства и членов общественных объединений на темы о применении агентством электронных браслетов, а также об открытости и вовлеченности гражданского общества в деятельность агентства. На этой неделе в прямом эфире проекта «Антикор.Лайф» приняли участие и рассказали о проведенных работах Аким Акмолинской области Ермек Маржипаев, Аким Западно-Казахстанской области Гани Искалиев и Аким Костанайской области Архимед Мухаммедов. В целом во всех территориальных департаментах проведено 122 прямых эфиров с участием более 100 внешних экспертов-спикеров и представителей различных сфер. В рамках проекта Агентства по защите бизнеса и инвесторов PBI в целях антикоррупционного сопровождения предпринимателей и создания благоприятных условий для бизнеса в территориальных департаментах города Шимкент, Алматинской, Мангисталской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей были организованы совещания с участием руководителей местных государственных органов, инвесторов и предпринимателей, представителей региональной палаты предпринимателей и подписанных соглашений. Для обеспечения прозрачности и доступности государственных учреждений в Инбекши-Казахском районе Алматинской области и Беневском районе Мангистаусской области открыты акиматы сервисного типа для быстрого и качественного обслуживания граждан. На этой неделе в соответствии с законодательной нормой об отставке и дисциплинарной ответственности руководителей за совершение подчиненными коррупционных преступлений был освобожден от должности Аким города Текили Бахтиар Унирбаев. В рамках проекта «Адал Кумек», предоставляющего бесплатную правовую помощь агентствам, в территориальных антикордцентрах проведено 278 прямых эфиров с охватом более 130 тысяч человек, организовано 249 встреч, опубликовано 74 разъяснительных видеоролика. На основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан были обсуждены предложения антикоррупционной службы в отношении обороны в ветеринарно-санитарной сферы и транспортной инспекции по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и других правонарушений в Алматинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. На этой неделе руководитель информационно-просветительского штаба при агентстве Розатру Сунзада и ее заместитель Арман Бердалин посетили Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области, где встретились с представителями государственных органов, общественных объединений, трудовыми коллективами и обсудили вопросы профилактики коррупции и идеологии добропорядочности. Также информационно-просветительские штабы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях посетили регионы и провели встречи с трудовыми коллективами. В целях предупреждения фактов завышения цен на лекарственные средства территориальными департаментами агентства в городах Русултан, Шымкент, Западно-Казахстанской и Мангистаутской областях проводятся встречи с руководителями аптек в регионах. В Актюбинской области в результате мониторинга, проведенного совместно с Ахтубе Адалда Галана и заинтересованными ДОС-органами, приостановлена деятельность пяти аптек, которые неоднократно повышали цены на лекарственные средства. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы агентства и его территориальных департаментов с 21 по 25 сентября. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин